Добрый день, меня зовут Алина Давлетшина, я старший юрист компании Versus Legal и занимаюсь правовыми вопросами в GameDev. Сегодня мы продолжаем трек этики, и сейчас поговорим о стыке права и этических вопросов. Частично затронем те вопросы, о которых говорила Евгения, буквально в треке до меня. И поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, и они имеют юридический характер, вы также можете задавать их мне в Q&A сессии, может быть, я отвечу на них. Ну и в целом, мне интересно услышать ваши вопросы, которые так или иначе касаются правовых аспектов трудоустройства, дискриминации, возможно, шеринга персональных данных, ну и вообще всего, чего я затрону сегодня в докладе. Ну, вернемся к нашему выступлению. Право и этика. Ведь действительно, не все то, что юридически, легально, это этично. И, к сожалению, не все, что неэтично, автоматически, нелегально. Этот стык права и этики не всегда соприкасается и совпадает друг с другом. И сегодня, на протяжении ближайших 15-20 минут, я хотела бы покрыть основные аспекты, которые мне кажутся наиболее интересными в этом вопросе. Это вопросы трудоустройства, как формировать вакансии, закон или указывать какие-то предпочтения в вакансиях, или отказывать при приеме на работу по каким-то таким вопросам дискриминационным. Также упомянем немного харассмент и как право реагировать на харассмент в странах СНГ, есть ли какие-то способы защиты. Поговорим о вопросах конфиденциальности. Работает ли NDA? Мы все его подписываем, но насколько действительно возможно взыскать с работника или бывшего работника какие-то большие суммы. Также поговорим о non-compete clause, конкуренции. Часто тоже такие соглашения встречаются в трудовых договорах о том, можно ли уходить к конкуренту после расторжения трудовых отношений или открывать свой бизнес с конкурирующим, конкурирующий бизнес. И также немножко поговорим про персональные данные. И на твердое начать стоит с того, что действительно страны СНГ, мне кажется, еще находятся в процессе становления и определения, что такое этика в трудовых правоотношениях. И, конечно, встречаются перегибы. Наверное, можно встретить стартапы, где люди работают больше, чем трейдеры с Уолл-стрит, а где-то чуть ли не уходят на сиеству. И с такими компаниями, даже IT-компаниями, я тоже сталкивалась. И мне кажется, что вот этот вопрос, насколько по-разному мы относимся к этике, легко продемонстрировать мемам, которые сейчас ходят по интернету, может быть, вы тоже его видели, где показаны отбивки имейлов европейских работников и американских, когда они уходят в отпуск. И в случае европейцев это часто выглядит как «Август, я уехал в Альпы гулять в горах и отвечу вам в сентябре», а в случае американцев это часто выглядит как «У меня срочная операция на мою правую почку, но через два часа я буду очень рад ответить вам на любые ваши волнующие вопросы и буду доступен по телефону». Мне кажется, в России и странах СНГ примерно перегибы выглядят и так, и так, и можно встретить тот и тот вариант реагирования на пингование человека в отпуске. Ну, все-таки вернемся к вакансиям, и это, наверное, самый первый наш путь по пути на прием на работу, что и как обычно здесь смотрит закон на вопросы формирования вакансий. Мы проанализировали очень большое количество судебных дел, причем не только российских судов, но и страны СНГ, и общий тренд таков, что в целом в вакансии работодатель имеет право формировать с какими-то своими пожеланиями. То есть в целом считается законным, если работодатель укажет какие-то пожелания по предпочитаемому вузу или по каким-то другим критериям, которые бы он хотел видеть в своем работнике. Но общий тренд таков, что если все-таки придет работник, который под эти пожелания не попадает, но его деловые качества полностью соответствуют вакансии, то отказывать ему на основании этого в приеме на работу нельзя. И вот в целом те основные, самые часто встречающиеся основания, которые признаются дискриминационными судами, на основании которых работодатели часто отказывают при приеме на работу. Например, это курение, имея плохих привычек. Был кейс, где работодатель отказал абсолютно подходящему ему работнику приеме на работу по той причине, что тот был курильщиком. По мотивации, что он будет курить, часто уходить на перерывы, это пострадает от этой его продуктивности. Суд признал, что это дискриминация, и на основании этого отказывать при приеме на работу нельзя. Аналогично с беременностью. Был также судебный кейс, где девушка узнала о том, что она беременна буквально на меткомиссии после того, как ей одобрили оффер. И после этого работодатель свой оффер отозвал, и это также было признано дискриминацией, потому что беременность не может являться основанием для предложения оффера, если ее деловые качества полностью соответствуют вакансии, а это уже было подтверждено тем, что этот оффер ей выдали ранее. Аналогично с требованием о наличии своего ПК или смартфона. Это очень часто требует для СММ специалистов, менеджеров и так далее. Инвалидность, образование из какого-то предпочитаемого вуза, прохождение армии или наличие гражданской позиции. На самом деле, вот кейс про наличие гражданской позиции удивил меня больше всего. Это кейс белорусского суда 2012 года. Дело было в том, что был отказ при приеме на работу сотрудникам после того, как HR-ы промониторили его социальные сети и выявили, что у него очень активная гражданская политическая позиция, он ходит на митинги, много высказывается по этим целям, и в итоге ему было отказано при приеме на работу именно с такой мотивировкой. И в конечном итоге белорусский суд признал, что это было дискриминацией. Интересно посмотреть, как этот спор был бы разрешен ближе к 2021 году. Более свежей практики на этот счет Белоруссии мы не нашли, но, тем не менее, мне кажется, довольно здравомыслящей кажется эта позиция. То есть, еще раз поговорю, вакансии в целом можно предусматривать какие-то пожелания, но отказывать при приеме на работу нельзя. Но сложность здесь в том, что очень часто работодатели не пишут прямо, почему они отказывают при приеме на работу. Они не говорят, мы вам отказываем, потому что вы беременна, или потому что вы инвалид, или женщина, или такого-то возраста. Часто это либо никак не мотивируется, просто какое-то молчание со стороны потенциального работодателя, либо этот ответ тщательно готовится с юристами, которые вычищают такие фразы, и поэтому их причину-следственную связь доказать не так часто получается. Но дискриминация не заканчивается при приеме на работу, и, к сожалению, может продолжаться и в дальнейшем. И вот на слайде вы видите категории дел, которые мы обобщили, как судами подтвержденные способы и виды дискриминации при уже трудоустройстве, при приеме на работу людей. Дело в том, что, возможно, дискриминация выражается не только в каком-то не очень удачном отношении работодателя к работнику, она может выражаться и в снижении бонусов, или не выдаче бонусов вообще какой-то категории специалистов. Это какие-то более тяжелые рабочие условия, более сложные задачи, выходящие за пределы рабочей должности, например, если работник состоит в профсоюзе, или это снижение должности, снижение зарплаты, или удаление вообще, сокращение должности, потому что есть какая-то личная неприязнь с каким-то конкретным сотрудником. Например, если такая же должность остается в филиале этой компании, все это судами было ранее признано дискриминацией, и есть конкретно подтвержденная практика на этот счет. Наверное, последний в этом вопросе сложный момент – это харассмент. И это очень сложный и очень тонкий вопрос, потому что действительно в странах СНГ законодательно с харассментом все не очень хорошо. Но дело в том, что действительно мало из кого регулирует этот вопрос отдельно, нет большого количества регулирования, и даже судебная практика гораздо чаще встает на сторону работодателя, чем работника. И вот, например, юридическое определение, что такое харассмент, мы нашли в законодательстве Грузии, и мне кажется, это большой прорыв, и, возможно, другим странам СНГ тоже стоит на это обратить внимание. А примеры кейсов, которые видите на слайде – это то, что признается харассментом в грузинской практике. И на самом деле, к сожалению, мы посмотрели большое количество судебных дел по этому вопросу, и почти все были в столь пользы работодателя. В частности, харассмент, который выражался не в каких-то сексуальных действиях, а в каком-то агрессивном поведении, постоянном придирках, постоянно в каких-то оскорблениях публичных со стороны босса в отношении работников, и часто суды мотивировали это, во-первых, отсутствием доказательств, они говорят, у вас нет доказательств того, что это было, и даже свидетельские показания не считаются достаточным доказательством этого. И, наверное, лучше всего в таких ситуациях иметь какую-то видеозапись или аудиозапись, если это возможно. И второе, даже если есть какие-то доказательства, суды часто говорят, это свобода слова, ваш работодатель имел право высказывать свое мнение даже в такой неэтичной форме. То есть этика – это не вопрос права, и то, что он сделал публичное, ну, это не становится автоматически незаконным, если, конечно, не попадать в какой-то уголовный состав оскорбления, кредиты и так далее. И, к сожалению, очень часто суды также приходят к такой мотивировке, что трудоустраиваясь на какие-то топ-позиции, на какие-то менеджерские позиции, вы должны быть готовы к стрессу, а значит, вы должны быть готовы к тому, что вас будут держать буквально в ежобых рукавицах. Это, на мой взгляд, не очень правильно, но такая практика действительно есть. Следующий вопрос, который я хотела покрыть, это вопрос конфиденциальности. Я думаю, каждый из нас хоть раз в жизни подписывал NDA. Это очень такой распространенный документ. Много кто его подписывает, и не только в каких-то гражданско-правых отношениях, но и в трудовых также. Я думаю, каждому трудовому договору, сейчас почти в каждой компании, NDA идет каким-то обязательным дополнением. И действительно, насколько... И часто в этих NDA прописывают какие-то уже заранее предустановленные штрафы. Вот вы раскроете эту информацию, и значит, штраф будет 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, миллион долларов. Ну, дальше уже, конечно, какая фантазия будет у работодателя на эту сумму. И вопрос, действительно ли можно с работника что-то взыскать, как суды на это смотрят, как вообще практика на это смотрит. И удивительно... Мне было удивительно это узнать, когда мы обобщили более 50 дел по этому вопросу, и мы выяснили, что большая часть дел вносится в пользу работников, бывших работников. То есть, на самом деле, работодатели практически не могут защитить себя в суде по этой категории споров. С чем это связано? На это у меня есть три причины. Хотелось бы сказать, у меня на это есть пять причин, но нет, все-таки три. Три причины. Чаще всего, во-первых, очень сложно работодателям доказать, что имел факт места распространения этой информации, то есть доказать, что все-таки это вина работника в том, что эта информация оказалась слита. Очевидные дела это, когда пересылка по почте происходит, например, с корпоративной наличной, но гораздо сложнее, когда мы говорим о каком-то... что работник встретился в баре и кому-то что-то рассказал. Это действительно очень сложно доказать. Второе, даже если доказательство какое-то имеется, того, что раскрытие было, очень сложно доказать размер ущерба, очень сложно доказать, что именно столько составил ущерб, и есть именно причинно-следственная связь между возникновением какого-то ущерба, ушел клиент, например, к другой компании, и фактом раскрытия этой информации. Ну и последнее, что важно отметить, очень многие суды считают, что Non-Disclosure Agreement, NDA, это часть трудовых отношений, и это трудовой договор, который должен регулироваться трудовым каким-то законом. То есть они говорят, что это вот гражданские отношения, в свободных контрактах вы можете договариваться о заранее установленных каких-то компенсациях, убытках заранее посчитанных, вы там можете договариваться о том, что кто-то вам должен миллионы долларов, но это трудовые отношения, а значит, здесь можно взыскать только реально посчитанные убытки. Нельзя взыскать какую-то гипотетическую упущенную выгоду. И в связи с этим суды часто говорят, что ее почти невозможно доказать, а значит, и работник ничего никому не должен. Это такой общий тренд стран СНГ. Возможно, он поменяется, потому что действительно идея, мне кажется, очень существенным и важным механизмом для влияния на работников и нераскрытия информации. И еще, наверное, добавлю здесь также то, что несмотря на это, все-таки есть кейсы, где работодателям удавалось успешно защитить свои права, но это было связано только с тем, что они очень корректно ввели режим конфиденциальности и коммерческой тайны в своем предприятии. То есть они действительно приняли положение о конфиденциальности, составили перечень лиц, составили перечень информации, может быть, гриф коммерческой тайны внедрили. Ну, то есть вот если работодатели действительно серьезно подошли к этому вопросу, шанс, что NDA сработает, высокий. Но часто, и это такое халатное отношение к NDA, и халатное отношение к конфиденциальности в компаниях СНГ, и это приводит к тому, что в конечном итоге работники выигрывают такие споры, даже если фактор скрытия все-таки имел место быть. И похожий с этим вопрос, а что такое Non-Competition Clause, NCA? Мы тоже подписываем их вместе с NDA-ми постоянно. Это такие оговорки, часто встречающиеся в трудовых договорах или отдельных соглашениях, о том, что мы обещаем не конкурировать с нашим работодателем какое-то время спустя после нашего увольнения или не открывать свой бизнес спустя какое-то время тоже после увольнения, который бы конкурировал с вашим работодателем. И вот вопрос, насколько это законно? Может ли работодатель действительно запретить мне трудоустроиться к работодателю моей мечты, особенно если у меня какая-то очень узкая специализация, и мне действительно практически некому идти, если я увольняюсь, кроме вот, допустим, двух-трех конкурентов, которые есть у этой компании. И ответ на этот вопрос очень противоречивый. В России скорее суды и стоят на позиции того, что такие оговорки незаконны, и работник имеет право идти работать кому хочет, даже несмотря на то, что подписал такое соглашение. Есть разъяснение Министерства труда, которое тоже рассматривает их как незаконные инструменты. Но в Белоруссии, например, есть удивительная практика, которая мне показалась очень интересной, что такой инструмент, как NCA, прямо предусмотрен в регулировании парка высоких технологий. И там прямо сказано, вот если вы резидент парка высоких технологий, вообще используете NCA, нормальный инструмент, подписывайте его со всеми. А в остальной части Белоруссии этот инструмент все еще под вопросом. То есть вот очень такая интересная дифференциация, где можно в Белоруссии законно использовать NCA, а где это более-менее считается неэтичной практикой. На Украине также есть довольно устойчивая позиция о том, что такие оговорки незаконны. Но мне было интересно посмотреть, как это работает в Европе. И я привела два примера про Литву и Францию. В Литве сказано, и это такая устойчивая позиция Верховного суда Литвы, о том, что в целом допустимо ограничивать право работника работать, где ему захочется после увольнения, но только не всей страной или каким-то всем миром, а какой-то очень ограниченной конкретной территорией, вот в конкретных каких-то, может быть, компаниях. И это должно быть очень специфически обоснованно, почему это ограничение вводится, и желательно, чтобы ему была выплачена компенсация. И во Франции аналогично. Действительно, работник может согласиться не работать у конкурента два или три года, но ему должна быть выплачена соответствующая компенсация. Если этот NCA подписывается безвозмездно, просто так, нет, он незаконен. Вот такая вот позиция у французских судов. И, наверное, последний вопрос, который я хотела бы сегодня покрыть, так или иначе, мне кажется, его затрагивала еще Евгения в предыдущем докладе про персональные данные. То есть она упоминала также вопрос персональных данных и GDPR. Кстати, на самом деле здесь очень интересный доклад, если у вас будет время, послушайте потом его в записи, если пропустили. Но с моей точки зрения персональные данные достаточно сильно урегулированы, и очень есть детальные законы практически в каждой стране СНГ на этот счет. И в отношении работников более-менее этот вопрос так или иначе решен в каждой стране. Ну, в России это закон, например, 152 ФЗ, он достаточно детально регламентирует, когда могут быть использованы персональные данные без согласия. Также Трудовой кодекс так или иначе этот вопрос тоже упоминает. Так вот, в целом логика такая, что работодатель может использовать персональные данные работника без его согласия только в той ситуации, если это, например, используется для исполнения его рабочих функций. Ну, например, вы работаете в бизнес-офисе, и вы трудоустроились вот только что. Вам должны сделать пропуск и передать ваши данные на охрану этого бизнес-центра. Вот чтобы вам попасть на территорию вашего офиса и исполнить свою трудовую функцию, вам нужно сделать этот пропуск, а значит, ваши данные могут быть переданы этому бизнес-центру, и чтобы сделать такой пропуск, потому что иначе вы просто не попадете на работу, не сможете нормально выполнять свои функции. А вот, например, ДМС, добровольное медицинское страхование, не считается автоматически связанным с вашей рабочей функцией, вы можете от него отказаться, это не какой-то законный предписанный способ использовать ваши персональные данные, и поэтому, чтобы передать ваши данные страховой компании, обычно требуется согласие. Ну и вообще, в целом, согласие — это такой достаточно популярный и уже распространенный документ, который подписывается при приеме на работу, наверное, почти в каждую компанию, там огромный перечень оснований, для чего такое согласие собирается, тем не менее, все равно попадаются такие кейсы, когда работодатель выходит за пределы этого согласия и собирает данных больше, чем работник им на это разрешил. Например, вот хотел привести еще один пример, когда персональные данные были собирается незаконно, например, когда работодатель публикует статьи с использованием данных своего работника, просто чтобы сообщить, что он работает, вот, например, кейс, который не встретился, когда работодатель чуть ли не трудовой договор приложил к статье в интернете, и это действительно было признано нарушением обработки персональных данных работника. Или еще было несколько кейсов, когда уже уволенного сотрудника его данные и фотографию прилагали к, ну, такое что-то другие, стен газеты на стенд, который был у входа в предприятие. И этот стенд могли видеть не только входящие в него сотрудники компании, но и клиенты, и другие третьи лица, которые посещали офис, и они видели, что вот здесь такое лицо, оно было уволено по таким-то не очень приятным причинам, и суд признал, что это было незаконным использованием персональных данных работника. Ну, в целом, наверное, это все, что я хотела сказать. Я буду очень рада ответить на ваши вопросы, потому что, мне кажется, я закончила раньше, чем хотела. И также напоминаю вам о том файле с обобщенной судебной практикой. Если у вас какой-то вопрос по каким-то кейсам возник, советую вам обратиться к нему. Там все подробно мы описали. Спасибо. Спасибо большое, Алин, за интересный доклад. Очень подробно и очень познавательно. А еще огромнейшее отдельное спасибо за файлик. Просто на 40 страниц потрясающей информации. Обязательно ознакомьтесь. Всем рекомендую скачать и посмотреть. У меня даже возникли тоже вопросы, но уступлю. Уступлю. Есть вопросы от наших зрителей. Вячеслав Рябаконь спрашивает. Очень часто практикуются у молодых компаний или с недобросовестными сотрудниками. Не выплачивают последнюю зарплату. Я такое наблюдал некоторое количество раз. И мне два раза так не выплатили. Причем я наблюдал, что тянут до следующей зарплаты. Мы получили, а коллега говорит, ему не выплатили. Затем приходят и сообщают, что он уволен. Как будет в таких ситуациях? Очень интересен ваш комментарий. Да, действительно, такое часто происходит. Но, наверное, будет правильным сказать, что никто не умеет права вас лишить зарплаты до последнего дня вашей работы. Соответственно, если такая ситуация происходит, конечно, легче всего юристу сказать, идите в суд. Но я понимаю, что не каждый хочет судиться. Во-первых, это долго, дорого, сложно. Непонятно, нужен ли мне юрист. И не хочется даже иногда портить отношения, даже если увольнение прошло неудачно. Но есть, наверное, менее трудозатратный способ. Это обратиться в комиссию, которая занимается этикой трудовых отношений. Она есть почти в каждой стране. У нас в России, где я сейчас нахожусь, также есть сайт, который можно воспользоваться. И там можно оставить жалобу на поведение конкретного работодателя. И действительно, такие жалобы рассматриваются в течение 30 дней. От вас ничего не требуется. И по итогам такой жалобы может начаться рассмотрение, аудит такой компании. И, может быть, это все-таки сподвигнет вашего работодателя выплатить вам зарплату. Но прежде чем, наверное, к таким агрессивным, может быть, действиям приступать, наверное, все-таки я порекомендовала бы какую-то переписку иметь с работодателем, чтобы он подтвердил, что у вас здесь зарплата, но она вам не выплачена. Ну, то есть, что они отказываются выплачивать вам зарплату. Пропытаться как-то уладить этот вопрос. Чистосердечное признание. Да, да, оно ему нужно. Понятно. Спасибо еще раз, Алин. И я хотела бы попросить наших зрителей не игнорировать, а зайти на сессию, поставить свои оценочки, поставить комментарии. Если есть, остались вопросы, их можно будет задать дополнительно еще в личке. И можем еще один вопрос. Он небольшой. Куратенько уложиться во время и ответить. Артур спрашивает Комаров. Кроме трудового права и защиты ПД, разумеется, и авторским правом, с каким правовыми вопросами сталкиваетесь в геймдеве? О, это отличный вопрос. На самом деле, очень-очень много вопросов, с которыми мы работаем. Он, наверное, не такой коротенький, как показал. Не, не, я очень быстро, я очень быстро. Наверное, давайте так отвечу. 60% нашей работы – это интеллектуальная собственность, процентов 15 – это персональные данные, а дальше все, что угодно. К нам приходят клиенты, которые говорят, хотим нанять человека в Англии, в Великобритании, вот разберитесь с налогами, хотим открыть компанию в Саудовской Аравии, давайте думать, что там. Регистрируйте артурный знак. Как противные вопросы. Как споры с игроками. Наверное, моя самая любимая категория вопросов – споры с игроками. Это очень интересно. Возвраты денег, судебные споры, блокировка аккаунтов. Все это мы сопровождаем. Удаление клонов. Да, удаление клонов – это еще один мой любимый вопрос.